доброе утро друзья так давайте начнем проверим картинку звук поставьте пожалуйста в чате по десятибалльной шкале как меня видите слышите если все окей то мы с вами начнем у нас на канале без тв у нас ежедневная передача доброе утро вот сегодня это передача буду ведущий буду я хорошо картинка хорошо звук хорошо отлично запись нас тоже пошла так что давайте начнем вообще почему я сегодня вышел пир нет точки синхронизации сегодня я хотел бы синхронизироваться с вами по потому что сейчас происходит в компании о чем мы сейчас думаем куда мы сейчас движемся и первый момент и второй момент проговорить то что у нас с вами постепенно заканчивается месяц май это говорит о том что у нас с вами заканчивается получается четвертый месяц нашего с вами спринта и мы планы переходим скажем так финишную прямую это июнь июль это два последних месяца нашего с вами первого спринта и мы с вами поговорим о возможностях июня то есть что нужно делать в июне какими нужны инструментами вы не пользуется для того чтобы июнь вас прошел эффективно и для того чтобы этот спринт закончить на закончить с очень хорошими результатами и самое главное сами понял что в конце спринта у нас с вами лидерская поездка и чтобы поехать вот в эту лидерскую поездку начнем с того что по компании у нас на прошлой неделе было несколько форумов то есть прошлая неделя была такая жарко у нас там четыре или пять городов были форумы и я сам был на форуме в краснодаре у нас туда еще приезжали ребята с администрации и мы там на этом форуме рассказали о том что сейчас в компании происходит какие мы тестим гипотезы и так далее и если те кто были в краснодаре вы это слышали но я хотел бы для всех рассказать если вкратце то сейчас компания идет очень большая работа по помните на итогах я говорил о том что мы в этом году 2021 году перед собой ставим цель увеличения количества пользователей наше приложение почему мы это делаем потому что то есть но чем больше у нас пользуют тем более мы становимся интересной площадкой и рано или поздно я думаю рано совсем уже скоро мы с вами перестанем в принципе конкурировать на уровне софта с кем-то потому что сейчас мы по сути продаем софт приходим предприниматели говорим слушай вот есть инструменты это диджитализация это лояльность и мы объясняем предприниматели что это важно что нужно быть лояльным к своим клиентам что нужно свой бизнес цифровать диджитализировать и так далее и сейчас мы то есть какие-то еще решения он рассматривает какие-то другие решения помимо нас вот понятно что кроме нас ничего лучше нет но тем не менее не рассматривает и сейчас эта конкуренция она проходит на пока что на уровне софта вот я говорю о том что совсем скоро у нас мы с вами прекратим конкурировать на уровне софта потому что у нас будет большая аудитория и значит будет просто один ну как бы триггер для продажи продукта это то что здесь очень большая аудитория вот в этом приложении в этой платформе очень большая аудитория тебе нужно просто там быть и у нас сейчас на сегодняшний день мы подбираемся к отметке 14 миллионов потом будет 15 потом будет 20 потом будет 30 миллионов и так далее и здесь ну скажем так еще больше возможности для нас открывается это тоже продвигать наш продукт нашим платформ так вот мы мы поставили перед собой цель что мы хотим увеличить количество пользователей и я говорил о том что наша такая большая цель это 20 миллионов в этом году вообще полярная звезда 30 миллионов вот это прям будет на уровне подвиг но вот наша цель 20 миллион и сейчас может быть ну кажется что темп не такой какой как который должен был быть бы вот но это я хочу чтобы понимали те процессы которые внутри компании мы сейчас внутри компании очень много занимаемся самим приложением пользователя то есть мы делаем так чтобы клиентский опыт пользователя он был простым и понятно то есть например если раньше наше приложение она была в основном для предпринимателей то есть для того чтобы туда пришел пользователь в мобильное приложение то есть там должен быть предприниматель который поставит это мобильное приложение клиенту пользователя и объяснить для чему ему нужно и нам нужно было проделать большую работу сделать так чтобы человек который вообще в принципе не аффилируем, там, не как с UDS, ему еще никто ничего не рассказывал, он где-то там информацию услышал, и мы делаем так, чтобы он зашел в приложение и там разобрался в нем, для чего оно. И более того, не просто разобрался, а чтобы приложение само его, скажем так, пушало для того, чтобы он пользовался, пользовался, пользовался этим приложением. То есть, нужно внутри очень много там разных процессов сделать. Нужно само приложение переделать. Вы видите, что почти с каждым релизом приложение наше меняется. И вот для того, чтобы пустить, вот следующим этапом для нас это пустить трафик на мобильное приложение. Что значит пустить трафик? То есть, начинать давать рекламу о том, что вот приложение UDS, это приложение, которое обязательно должно быть в вашем телефоне, оно полезно. И мы хотим вот этот трафик, мы обязательно его дадим, то есть, это будет реклама. Только сразу скажу, это не какая-то федеральная реклама, это будет точная реклама, потому что мы будем брать определенные регионы, где у нас очень хорошо все с клиентами, и там будем уже начинать делать рекламу от компании, рекламу именно самого мобильного приложения UDS, то есть, приложения пользователя. И нам важно, что когда мы пустим трафик в это мобильное приложение, нам важно, чтобы человек, который просто увидел там где-то рекламу, скачал, и он остался в этом приложении, чтобы он сразу разобрался, для чего это приложение, какие у него есть выгоды для него. И вот, то есть, ну, скажем так, следующие трафсы для нас, это, скорее всего, уже во втором спринте, мы начнем делать точную рекламу самого мобильного приложения. И количество пользователей, оно постепенно, быстро-быстро-быстро будет начинать набирать количество. И, как я уже говорил, вот эта цель, 20 миллионов, мы от нее не отходим, мы идем планомерно к ней, степ-бай-степ, закрывая определенные задачи к этой цели. Так что в этом плане все нормально. Хочу сказать, что вы можете быть абсолютно спокойными в плане продукта. Это будет продукт, действительно, номер один на рынке. И мы уже сегодня номер один на рынке. Мы с вами номер один онлайн-платформа для оффлайн-кэшбэка. Есть очень много сегодня решений для онлайн-кэшбэка. И они все признаются, что они очень плохо или практически не работают с оффлайном. А мы с вами можем, и, скорее всего, это благодаря нашей с вами модели работы, модели продвижения, партнерской программы. То есть партнерская программа может, позволяет нам сегодня быть платформой номер один в оффлайн-кэшбэке с вами. И это точно в СНГ. И вот то, насколько мы смотрели мир, в мире я тоже не видел таких больших, хороших, с такой уже базой таких решений, которые имеют такое количество пользователей, такое количество клиентов именно с оффлайн-кэшбэка. И в этом можете быть спокойно, точно. Мы будем платформой номер один в мире по оффлайн-кэшбэку. И это приложение, оно обязательно должно стоять в каждом телефоне. Поэтому вот это вот такая важная точка синхронизации для того, чтобы понимать, что в компании происходит. То есть все хорошо, все идет своим чередом в линии той стратегии, которую мы для себя расписали. В общем, все отлично, все здорово. Нам самим, самое главное, нам самим очень нравится то, что сейчас происходит в компании и самим продуктом. Вот. И плавно из этого вытекает то, что нам с вами сейчас для того, чтобы масштабироваться, мы с вами хотим быть большими ребятами. И для того, чтобы масштабироваться, нам нужно большое количество рук. То есть нам нужно большое количество людей, таких как мы, которые будут вместе с нами заниматься продвижением этой истории, продвижением этой идеи. Мы с вами понимаем, что эта идея классная, она экологична, она помогает большому количеству людей. Здесь выигрывает очень много сторон. У нас выигрывает и пользователь, который скачал мобильное приложение. У нас выигрывает и предприниматель, который пользуется этим софтом для своего бизнеса. И у нас еще третья сторона – вин. Это люди, это партнеры, которые занимаются продвижением этого продукта. То есть это три раза вин, 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 вин. То есть со всех сторон эта идея, она потрясающе классная, она действительно несет огромную пользу человечеству. И мы с вами должны гореть и продвигать эту идею. Нам нужны люди. Чем больше людей, тем быстрее мы сможем эту хорошую идею донести людям. То есть причинить непоправимое добро большому количеству людей. Поэтому мы сейчас постоянно говорим о партнерской программе как о нашем инструменте для того, чтобы быстро масштабироваться. То есть сейчас мы не боимся продавать. У нас нет никаких абсолютно опасений продавать наш продукт людям, потому что мы понимаем, что этот продукт востребован, и его востребованность с каждым днем все больше и больше растет. У нас нет абсолютно никаких там сомнений продавать большое количество лицензий, большие пакеты людям. Почему? Потому что мы понимаем, что этот продукт, мы над ним работаем, и мы понимаем, что с каждым днем становится все более и более востребованным. С одной стороны, продукт улучшается, с другой стороны, рынок постоянно к этому готов. Вот. И мы еще, то есть мы сейчас на рынке России оттестили гипотезу с этим продуктом, и мы можем спокойно идти в другие страны, и в других странах тоже заниматься продвижением наших продуктов, наших софтов. Поэтому сейчас нам нужно сфокусироваться с вами на развитии партнерской программы, то есть на том, чтобы масштабировать партнерскую программу. И для этого у нас есть очень много инструментов. И, ну, инструментов много, но самый, наверное, я постоянно об этом говорю и всегда буду об этом говорить, опять же, накладывая на свой большой опыт, то, что у нас самый главный инструмент – это мероприятие, то есть событие компании. Это самый главный инструмент. Причем это самый главный инструмент и в рекрутинге, и в развитии партнера. То есть партнера – это человек, который занимается продвижением продукта. Это могут быть ваши коллеги-партнеры, либо это ваши, то есть это ваша команда. У нас мероприятия, они, ну, скажем так, бывают двух видов. Первое – это рекрутинговые мероприятия, там, где мы приглашаем потенциальных клиентов, потенциальных партнеров и рассказываем им о нашем продукте, о нашем сообществе. А есть мероприятия, где мы приглашаем только партнеров. И там, на этом мероприятии, проходит большая работа по развитию партнера, по расширению партнера, по личностному его развитию. Вот. И давайте поговорим сегодня о возможностях июня, то есть какая у нас есть событийная линейка, какие у нас есть инструменты для того, чтобы ваш бизнес очень-очень быстро развивался. Во-первых, значит, у нас будет совсем скоро ВИП-день, то есть ВИП-день – это оффлайн-мероприятие, это обучение для партнеров на пакете ВИП. И у нас будет, скажем так, две сессии 29 мая, это будет Москва и Пермь. Вы можете выбрать для себя удобный город, удобную дату, и быть на этом мероприятии либо в Москве, либо в Перми 29, либо уже через неделю, 5 июня, это будет Новосибирск, либо Тюмень. То есть, ну, два города одновременно, то есть вообще четыре города, да, четыре города. Поэтому вы можете выбрать для себя город, в который вам удобно приехать, да, который вам тоже удобно, и посетить это мероприятие. Что такое ВИП-день? ВИП-день – это, по сути, это трансформационное обучение для партнеров на пакете ВИП. То есть там в основном идет прокачка не hard skill, а там идет прокачка soft skill, то есть мягких навыков. То есть это навыки по тому, как правильно общаться с людьми, то есть как быть лидером. То есть там много говорится об эмпатии, то есть об эмоциональном интеллекте. И, ну, то есть если вообще сейчас говорить про будущее, и вот на этих выходных проходила, кстати, большая-большая форма, думаю, вы слышали, новое знание, то есть это по всей России, там, где правительство, то есть члены правительства выступали с какими-то темами для молодежи, и это все открыто. То есть можно там зайти в YouTube, посмотрите, там, берите новое знание. Там было очень много выступлений, и мне очень понравилось выступление Германа Грефа, потому что я думаю, что это, ну, наверное, самый яркий представитель корпоративного мира нашего, который имеет вот такое визионерское мышление. Вот, и он говорил очень много про будущее, о том, что будет дальше востребовано, какие профессии и так далее. И он там четко говорил о том, что в будущем нам не столько будут нужны hard skill, то есть это потому что их заменят компьютеры, вот, роботы их могут заменить, но ничего не заменит именно человека, soft skill – это умение общаться, умение понимать себя, умение понимать других, правильно взаимодействовать, строить отношения и так далее. И вот эти навыки, вот эти навыки, то есть там на ВИБе, они будут как раз-таки на ВИБне. То есть там не будет говориться о том, что, ну, там, как звонки делать, там, как переговоры и так далее, потому что вы, ну, как правило, априори это знаете, и есть другие инструменты для того, чтобы понять. Это будет именно про, это будет именно хороший тренинг про soft skill. Поэтому очень важно там быть, и если у вас сейчас нет пакета ВИБ, то есть смысл сделать. То есть, ну, вы в любом случае рано или поздно, наверное, планируете это сделать. Вот, поэтому если вы до этого ждали сигнал какой-то, то, там, или знак, то вот это и есть знак, что пора делать этот пакет, вот, и я еще скажу, почему, почему я всем рекомендую делать пакет ВИБ, не потому что мы хотим, чтобы вы там купили большое количество лицензий, нет, не в этом. То есть пакет ВИБ, я просто из своего опыта, 15-летнего опыта работы в партнерских программах, я заметил вот что. Значит, для того, чтобы человек, ну, успешно развивался, даже не только в нашем бизнесе, вы знаете, что у человека должно быть внутреннее стопроцентное решение, что он делает этот бизнес или, там, этой деятельностью занимается и так далее. И вот когда мы принимаем на себя решение, что 100%, то есть не попробую, то есть я пришел не попробовать, а я на 100% решил, что я буду делать это дело, вот тогда что-то происходит, происходит какая-то химия, и те действия, которые вы делали до этого, они начинают приносить результат. То есть я много раз видел, когда, например, человек, у него, он пришел в бизнес, он пришел попробовать, и он еще, ну, как бы не уверен на 100%, что это действительно то дело, которым будет заниматься, он продолжает, он начинает что-то делать, какие-то действия, и, ну, как будто бы мир не дает ему результата, потому что мир ждет тогда, когда он примет для себя конкретное решение. Я очень люблю приводить метафору, это метафора с пилотом самолета. Представьте себе, что вы куда-то собираетесь лететь, подходите к пилоту и говорите, что, ну, вот вы сейчас будете везти самолеты, и будет все нормально, и мы прилетим в назначенную точку, и представьте, если он скажет, попробую. То есть я не знаю, я попробую поднять эту птицу многотонную, попробую, значит, там лететь несколько часов и попробую еще потом ее посадить. Понятно, что вы вряд ли с этим пилотом полетите, потому что вам нужно 100% гарантии, вы хотите быть, чтобы человек был на 100% уверен, что он сделает все правильно. То же самое и в бизнесе, ребята, когда мы приглашаем человека в бизнес, мы его приглашаем, по сути, в большое путешествие, мы приглашаем его в новую жизнь. И если у вас внутренне нет вот этого 100% принятия решения для себя, что я точно в этом бизнесе, скорее всего, люди это каким-то образом считывают, вербально, невербально, я не знаю, язык тела или еще что-то, подсознательно человек даже себе отчет не отдает, но что-то внутри его сопротивляется. Может быть, даже голова будет говорить, да, класс, ну окей, возможности, деньги и так далее, но тело или подсознание скажет нет, почему? Потому что оно считало вашу неуверенность. И вот в подавляющем большинстве случаев триггером вот этой 100% уверенности является вот это вот, когда человек пришел и сделал пакет VIP. Почему? Потому что это, ну это достаточно большие деньги. И для многих это, ну прям, ну знаете, вот у меня, например, есть знакомые, в свое время уже, там несколько лет назад, они вложили 30 миллионов в ресторан, 30 миллионов рублей в ресторан. Вот. И как бы я их потерял, почему? Потому что они работали по 20 часов, они спали 4 часа в день. И вот как вы думаете, когда человек инвестировал такую сумму, это говорит о 100% решении того, что он будет этим делом заниматься и будет развивать этот ресторан, конечно же. То есть у него вообще никаких сомнений нет, и все абсолютно преграды, которые он на своем пути встречает, он их преодолевает, потому что у него есть стопроцентное принятие решения. То есть 30 миллионов вложил, надо эти деньги возвращать. И, то есть, у него нет мысли о том, что я пойду попробую, сделаю ресторан. И если ему там один поставщик, там, не знаю, что-то сказал или подвел, он говорит, ну, наверное, это не мое, ладно, пойду искать другое. То есть такого нет. То есть человек, несмотря на все преграды, на все сложности, они в любом случае всегда есть, и это нормальная история. Вот. Человек не разворачивается, а идет все равно вот в этом направлении. Поэтому для многих вот этот вот триггер принятия решения – это вот апгрейд на вип-пакет. И я это говорю не из-за того, что еще раз, что мы хотим там, чтобы у вас, чтобы вы там купили деньги. Это, я говорю, для того, ну, больше и заботы, чтобы вы просто не тратили свое время, чтобы вы делали действие не в холостую. Я не знаю, если для вас триггер будет что-то другое, окей, но вам самое главное вот этот триггер нащупать. То есть нащупать вот это вот действие, которое скажет, что я все для себя, я решил, я на 100% буду в этом бизнесе работать. И вот как только у вас это произойдет, вы на самом деле, вы можете принять решение и на маленьком пакете. Ну, то есть возможно поработать с собой и для себя решить, и вперед. Вот, но на моем опыте для подавляющего большинства нужно, как бы, там, залезть по уши для того, чтобы начать это делать. Вот, для кого-то там одного, вот этого и пакета недостаточно, кто-то берет все три пакета для того, чтобы не столько, не столько сделать свой бизнес более привлекательным финансом, а сколько, наверное, для себя просто, ну, знаете, сжечь мосты и сказать, что все, я вот здесь на 100% этот результат сделал. Я просто очень много слышал истории от лидеров, которые сейчас есть в департаменте масштабирования бизнеса, они говорят, что если бы я там не купил три пакета, я бы, наверное, в каком-то этапе остановился, вот, но вот у меня там три пакета, это как бы инвестиции, мне нужно работать, поэтому я и постепенно, постепенно человек вовлекся, и вот сейчас у него есть такие результаты. Поэтому, еще раз, если у вас нет этого пакета, то есть вы можете его сделать, если это для вас является таким триггером, что вы для себя решите на 100%, что вы в этом бизнесе будете. Итак, вебдень, то есть здесь, знаете, вы для себя примите решение, а потом еще поедете на вебдень и усилите это решение, потому что однозначно на этом тренинге будет, ну, то есть будет очень сильная работа внутренняя, поэтому такое два в одном в этом действии сейчас. Еще раз, вебдень, 2-2 мая, Москва, Пермь, это оффлайн, и 5 июня Новосибирск, Тюмень, но вся информация есть у вас в командных чатах. Идем дальше. Значит, затем, у нас есть такое одно из якорных мероприятий. Вообще, если взять нашу событийную линейку, то в ней есть, скажем так, самое главное событие, это итоги года, которые мы проводим в феврале, далее, затем самое главное событие, это день рождения компании, тоже по важности, очень важные мероприятия. И есть, скажем так, дальше идут два мероприятия, которые мы тоже никогда не пропускаем. Это выездные мероприятия, они обычно проходят у нас весной и осенью, итоги года зимой, день рождения летом, а вот осенью и весной у нас проходят выездные мероприятия, где мы выезжаем большой командой и, значит, обучаемся. В основном мы это делаем в Турции, но так как Турция у нас сейчас, вы знаете, закрыта, мы осенью точно в Турцию поедем, а вот весной, вот уже так перешли уже в лето, мы решили сделать мероприятие в Подмосковье, то есть здесь, чтобы никуда не выезжать, в Москве, в Подмосковье. Это выездное событие, где мы с вами собираемся и обучаемся. Значит, это мероприятие, оно абсолютно для всех, то есть оно не квалификационное, то есть необязательно там иметь какой-то статус, необязательно иметь даже какой-то пакет. То есть вот эти мероприятия выездные, они, с одной стороны, они для того, чтобы развивать наших партнеров, но с другой стороны, они работают еще и как рекрутинговые, то есть два в одном. То есть такое вот мероприятие, которое два в одном. То есть вы можете позвать с собой человека, который уже какую-то первичную информацию получил, для того, чтобы он, ну, как говорят наши лидеры, примерил на себя партнерство с компанией, для того, чтобы он познакомился с людьми. Иногда есть такой психотип людей, которым важно понять, что тут за тусовка, что тут за люди, что тут вообще за движуха происходит. И человек на этом принимает решение. Не из-за того, что вы ему рассказали о компании, о продукте или о деньгах. То есть иногда бывает, что человек это пропускает мимо ушей, для него важно, с какими людьми я буду работать. И вот эти вот мероприятия, они как раз для этого, для того, чтобы в неформальной обстановке, то есть мы все погружаемся в отель, мы там, значит, все живем, там всех встречаемся между собой, принимаем пищу все вместе, обедаем, завтракаем, ужинаем все вместе, вечером там чем-то занимаемся и так далее. То есть вот такая вот полуобучение, полунеформальное, полуодух, такая вот обстановка, она способствует тому, что мы можем выполнять еще такую роль рекрутинга, то есть пригласить людей, которые еще пока не с нами, вот, для того, чтобы не посмотрели на вообще всю, ну, на команду, на партнерскую сеть изнутри. Вот, и понятно, что там еще будет обучение, то есть на этом выездном мероприятии у нас с вами будет 3 дня, 21, 22, 23, и там тоже будет очень много и таких, скажем, академических знаний, то есть там, где мы будем сидеть, там что-то записывать, и знания, то есть и будут тренинги, то есть будут какие-то, такая групповая динамика, там, где у нас будет возможность друг от друга потереться, там, друг друга потрогать, там, какие-то различные упражнения и так далее. И это в том числе на сплочение, то есть это на командообразование и так далее. И еще раз, почему, ребята, важны наши мероприятия, почему туда нужно выезжать? Эти мероприятия, они, помимо всего, они еще дают заряд эмоций, такой драйв, то есть тогда, когда у тебя появляется внутри сила. Мы с вами, все люди, и мы с вами понимаем, что иногда бывает так, что там, ну, где-то, я так скажу, там, опускаются руки, или там пропадает мотивация или еще что-то. И вот я, кстати, вот сейчас выходные был в Перми, ой, в Краснодаре, и, значит, там ребята мне задавали вопрос, вот, что вы делали, когда у вас опускались руки, потому что в любом случае мы все с вами люди, у нас бывают такие ситуации, что опускаются руки, в любой абсолютно области. И, ну, то есть что вы делали, то есть какие есть инструменты. Я сразу сказал, что мой всегда инструмент – это мероприятие. То есть если понимаешь, что у меня там, может быть, или руки опускаются, или еще что-то, или мотивация, или мне нужно, наоборот, больше мотивации для того, чтобы вот этого драйва, для того, чтобы идти и делать, я просто ехал на мероприятие. И вообще ни одно мероприятие компании я не пропускал, потому что на мероприятиях, каждое мероприятие, оно складывает пазл. То есть оно, каждое мероприятие, оно хоть вот эту, хоть одну часть пазла, но оно вам даст. И у вас постоянно формируется картина. Как только вы эту картину сформируете, начинается просто чудеса каких-то в бизнесе. И непонятно, на каком мероприятии человек выстрелит. Потому что бывает, что человек там ездит, 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 ездит по мероприятиям, у него, ну, там, нормальный, хороший результат. И просто после какого-то у него происходит вот как щелчок, он выстреливает. Почему? Потому что, скорее всего, получил вот этот вот финальный вот этот пазлик, вот эту вот часть, у него сформировалась картина, и он просто стреляет. Поэтому эти мероприятия не нужны. Вы понимаете, что вот чем хороша партнерская программа в том, что у нас есть это, понимаете? То есть у нас есть поддерживающая среда. Вот ни в каком другом бизнесе, в смысле традиционном, такого нет. То есть если взять, вы многие из вас, это те люди, которые к нам приходят, вы предприниматели. То есть у вас есть какое-то свое собственное дело. И, ну, традиционный предприниматель – это тогда, когда ты один. То есть тогда, когда вот эта шутка, если вы видите одиноко пьющего человека, значит, это корпоратив индивидуального предпринимателя. Как правило, предприниматель он всегда один, с ним никто не делится, ему никто не рассказывает секреты, все со всех сторон его давят, конкуренция, там, значит, какие-то органы, госорганы и так далее. То есть человек один, и у него, по сути, нет поддерживающей среды. И там он просто сам себя вытаскивает из этого состояния, идет дело. В нашем же случае у нас есть эта поддерживающая среда. То есть у нас есть целая событийная линейка. Это инструмент для того, чтобы вам в этой поддерживающей среде поддерживать вот этот уровень вашей эффективности. Потому что, ну, вы все прекрасно понимаете, что наше вот это внутреннее состояние, оно очень сильно влияет на наши результаты. То есть то, с какими вы глазами рассказываете о своей идее, это очень сильно влияет на конечный результат. Поэтому важно на этом мероприятии быть. У нас будет 21-22 будет общий день абсолютно для всех, а 23-й у нас будет обучение, там будет квалификационное обучение от статуса регионального менеджера. Значит, и там уже вот это квалификационное обучение буду я вести. Я буду делиться своим 15-летним опытом для статуса РМ, региональный менеджер. И тоже у меня будет блок выступления в общей части 22-го июня. Тоже мы с вами обязательно встретимся и будем общаться. То есть в основном у меня там будет перед вами отчет о тех делах, которые сейчас в компании происходят. Вот. А 23-го для статуса РМ там уже я буду делать обучение уже по 15-й уроку работаю в партнерных программах. Почему мы делаем еще квалификационные мероприятия? Потому что мне тоже задавали вопрос, почему там, например, отдельно их партнеров ставят стать оригинальным менеджером. То есть все как бы банально просто, там та же сам школа. То есть мы приходим в первый класс, потом второй класс, третий класс, четвертый класс и так далее. То есть нет смысла там в начальных классах давать программу высшей школы. Вы прекрасно понимаете. То есть мы всегда должны идти степ-бай-степ и развиваться. И тогда, когда человек уже там в статусе регионального менеджера, у него уже команда. И там уже совсем другие навыки. Это по организации команды, работы с командой там и так далее. Поэтому первое, третье, выездное событие, мы с вами там увидимся. Значит, да, у нас вот такая красивая картинка. Это будет отельный комплекс Яхонты, Яхонты, город Ногинск, этот в Москве. Затем дальше, следующее мероприятие, которое в нашей событийной клинике есть, и это тоже ваш инструмент, инструмент вашего бизнеса, это день рождения компании. Это будет 7 августа. Значит, еще раз вкратце, значит, первая половина дня это будет выступление администрации. Там будут все абсолютно представители администрации компаний. То есть и технические директоры, директор по продукту, и директор по маркетингу. И еще там будут ребята, которые будут выступать. Сейчас вспоминаю, кто. Значит, и, да, директор по развитию. В общем, мы будем все перед вами выступать и рассказывать каждый со своей стороны о том, что мы сделали в первом спринте, да, какие у нас есть результаты, и какие у нас задачи стоят во втором спринте. То есть день рождения компании, точка синхронизации между спринтами, там, где мы подводим итоги первого спринта и говорим о том, что будет на втором спринте. И вторая половина этого дня будет тусовка. То есть мы с вами будем отмечать день рождения компании. Тусовка у нас в формат вечеринки не он. То есть нужно быть всем в белых одеждах, потому что там будет, значит, вот эти вот специальные лампы. В общем, мы дадим еще более подробную информацию про тусовку, как одеваться, как себя там вести, что там делать, вот, какие с собой брать аксессуары для того, чтобы быть звездой вот этой большой вечеринки. Вот, я тут даже особо не говорю, потому что у нас ограниченное количество билетов и, скорее всего, они очень скоро закончатся, солдат, поэтому здесь просто скажу, просто позаботитесь о том, чтобы у вас и у вашей команды были билеты. Просто позаботитесь об этом заранее, потому что их ограниченное количество, зал небольшой. То есть мы и так день рождения в таком проводим небольшом узком кругу. Так, и что нас потом после этого ждет, мы с вами потусим, подведем итоги спринта, спланируем задачи на новый спринт, и нас с вами ожидает лидерская поездка. Значит, смотрите, 7 августа, суббота мы с вами собираемся в Москве, потом 8 августа отдыхаем, 9 августа, понедельник. Это время для того, чтобы добраться до нашей точки, локации, там, где мы будем делать лидерскую поездку. И 10-12 августа у нас сама лидерская поездка. Там будет обучение, там будут экскурсии, и там будет очень-очень хорошее общение, неформальное, потому что туда едут самые-самые выдающиеся ребята нашего с вами сообщества. Лидерская поездка, что для этого нужно? Здесь нужно выполнить два условия. То есть, ну, одно условие. Любые две недели сделать 100 циклов, любые две недели нашего спринта, это для того, чтобы получить туда приглашение. Но есть еще возможность поехать за счет компании. То есть, любые три недели нашего спринта сделать 100 циклов, и тогда компания полностью будет оплачивать вашу поездку, то есть, компенсирует ваши расходы на эту поездку. И ко мне тоже сейчас подходили многие ребята, спрашивают то, что лидерская поездка, значит, сейчас есть вот этот локдаун, пандемия, и есть страны, которые закрыты. И я вам так скажу. То есть, вот, например, если возьмем там княжество Монако, оно сейчас закрыто, то есть, сама Франция еще окей, ну, вот прямо Монако, само княжество, они прямо закрыты, и они никого не пускают. Что-то они там маленькой территории, сами себе живут, туристов не пускают. Я вам так скажу. Значит, то есть, возможно, что поменяется какое-то место, локация, но лидерская поездка будет точно. То есть, мы точно куда-то поедем с вами. И точно, ну, хотелось бы, чтобы это была Европа, то есть, возможно, что мы какую-то другую локацию выберем, но тем не менее, у нас точно с вами будет лидерская поездка, мы точно с вами соберемся за счет компании. Съездим куда-то, отдохнем, потому что нам важно вот этим сообществом, лидерским сообществом выехать и повариться вот вместе всем, вместе несколько дней для того, чтобы создать определенные договоренности, для того, чтобы спланировать и так далее. Потому что начинается спринт, и нам нужно спланировать работу этого спринта, в общем, побыть вместе. Поэтому лидерская поездка будет точно. И, ребята, у вас еще есть уйму времени для того, чтобы лидерскую поездку сделать и получить еще и компенсацию от компании. То есть, всего лишь три недели. У нас еще, сколько с вами, у нас два месяца, это получается восемь, там, девять, почти десять недель у нас с вами еще есть. То есть, еще есть впереди десять недель. То есть, еще есть люди, которые об этом бизнесе не знают, но они могут об этом бизнесе узнать, зарегистрироваться и за это время сделать промо на лидерскую поездку. Поэтому, а нам нужны такие люди, амбициозные, с большими планами, с большими целями. Потому что, еще раз, мы хотим двигаться по всему миру. Нам нужен масштаб. И для этого масштаба нам нужны масштабные люди. Поэтому, еще есть уйма времени, масса просто времени для того, чтобы сделать это промо. То есть, если вы до этого не собирались на это промо, соберите, пожалуйста, еще раз. Все начинается с внутреннего решения. Как я вот с этого начал, то, что успех в бизнесе – это внутреннее решение, сто процентов, что это бизнес делаю. Делаю вип-пакет и все, и вперед. То же самое здесь. Примите для себя внутреннее решение, что вы точно едете, что вы тот человек, который туда поедет в лидерскую поездку. Я могу со сто процентной уверенностью сказать, что она очень сильно повлияет на вашу жизнь. Эта поездка. Почему? Потому что мы с вами будем общаться на очень интересные темы, на развивающие темы. И, во-первых, во-вторых, у вас будет несколько дней сообщества самых эффективных ребят, самых эффективных людей. То есть, сообщества людей, которые расширились, которые создали большие результаты. Это очень ценно. Просто побыть. То есть, хочешь быть чемпионом – бегай с чемпионом. Вы это знаете. Поэтому, то есть, тут много чего в этой поездке. И знания, и эмоции, и вот это вот общение. И, в общем, все-все-все-все-все здесь сложилось. Поэтому воспринимайте этот призыв к тому… Воспринимайте этот призыв как заботу о вас, как желание того, чтобы в вашей жизни появились большие результаты. То есть, потому что реально эта поездка, она будет… Она очень сильно повлияет на вашу жизнь. Я это точно знаю. Вот. Потому что я очень готовлюсь к ней. Поэтому я уже все, да, я уже заканчиваю. Это мой последний слайд. Значит, мы с вами прошли по событиям и линейке. Используйте эти инструменты для своего бизнеса. И до встречи в Подмосковье в конце июня. До встречи на форумах различных, которые у нас еще будут. Точно до конца спринта. И до встречи на день рождения компании Global Instinct 7. Все, ребята, спасибо за время. И хорошего вам дня. Все. Всем пока. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова